здравствуйте дорогие друзья вы на канале порошок столу сегодня я с вами поделюсь рецептом невероятно вкусных гриль котлет для фарша нам понадобится куриные окорочка сало сладкий перец зелень репчатый лук соль черный молотый перец и карри с куриных бедрышек надо снять кожу и вырезать косточку мясо надо порезать на кусочки который будет удобно прокрутить в мясорубке мне сегодня магазине повезло и мясо было уже нарезано поэтому мне остается порезать только сало теперь через мясорубку используя среднюю решетку прокрутим мясо сало а также лук и чеснок и и Продолжение следует... Перец порежем мелко кубиком и добавим в фарш. Вы можете использовать перец любого цвета, какой вам больше нравится. Перец порежем мелко кубиком. Теперь в фарш добавляем соль по вкусу, черный молотый перец. Я всегда использую свежий молотый перец, потому что он гораздо ароматнее, чем уже упакованный в магазинах. И еще я для вкуса добавляю немножко карри. Если вам не нравится карри, вы тоже можете добавить или используйте какую-то любую другую приправу, которую вы любите. Теперь фарш надо очень хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты соединились друг с другом. Обычный фарш перемешиваю 3-4 минуты, тогда котлеты хорошо держат форму и не разваливаются. И так далее. Теперь я буду использовать все ингредиенты. И так далее. Теперь я буду использовать все ингредиенты. И так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фарш готов. Он достаточно клейкий и хорошо держит форму. Теперь его нужно поставить в холодильник, охладиться минимум на 4-5 часов, а лучше всего на ночь. Теперь сжигаем мангал. Надо, чтобы угли хорошо прогорели, потому что нам нужен сильный жар, чтобы котлеты хорошо запекались и не разваливались. Формируем котлеты. Я руки немного смачиваю водой, чтобы фарш не прилипал к рукам. Обычно я делаю котлеты круглыми и довольно крупными. Получается такая большая вкусная порция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ставим котлеты на мангал запекаться. И для гарнира я буду запекать кукурузу. Хочу еще немножко сказать вам про сало, которое мы добавляем в фарш. Не переживайте, что котлеты будут жирными. При жарке на мангале лишний жир стечет в мангал. И в котлетах останется только сок. Именно сало делает эти котлеты сочными. Точной пропорцией рецепт ингредиентов будет под видео. Делайте все точно по моему рецепту и у вас обязательно получится очень вкусные и сочные котлеты. Делайте все точно по моему рецепту. Вот и готовы гриль котлетки. Они получились ароматными, сочными и очень вкусными. К котлетам я добавлю мелко нарезанный репчатый лук с зеленью. Попробуйте приготовить по этому рецепту. Я обещаю, вам точно понравится. Это очень вкусный и замечательный рецепт. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. И обязательно подключайте колокольчик, чтобы не пропускать новых рецептов. Прошу к столу и приятного вам аппетита!